Для Даулета Карымсакова этот день особенный. Юноша впервые вступает в ряды бойцов в Жасуэль. О трудовом отряде десятиклассник узнал перед летними каникулами в школе. Собрался необходимые документы и вот он в числе зеленых борцов за чистоту. Пришел в Жасуэль, потому что я патриот своей страны. Я хочу озеленять эту головку. Это летние подработки. Мне не лень. Я даже горжусь этим. Почему я обязан это делать? Я живу в Казахстане. Я обязан это делать. Обязан помогать стране. Все эти ребята в зеленой униформе – бойцы второго сезона трудового отряда Жасуэль. В этом сезоне работать изъявили желания 38 молодых людей из Заречного, Мичуринского и Затобольска. Ежегодное число борцов нести лепту в озеленении и благоустройство района становится все больше. Их рабочий день весьма насыщен. Они косят траву, садят деревья и ухаживают за ними. Стоит отметить, что труд бойцов зеленого фронта оплачивается. В этом году мы, учитывая важность данной предприятии, мы подняли, увеличили. На каждого, скажем, бойца средняя зарплата выходит 56 тысяч тенге. То есть с районом бюджета нами заложено 11 миллионов тенге. Я думаю, что это после долгих учебного года и летнее время очень хорошие подспорья. Поздравить новоиспеченных жасл еревцев пришли и бойцы областного штаба. Сегодня трудовые отряды есть в 8 регионах Кустанайской области. Только в городе Кустанай трудоустроены 153 человека. В районах их намного больше. Все они не просто работают вместе одной командой, но и остаются друзьями и после закрытия сезона. С каждым годом больше и больше становится не только бойцов, а сам интерес у молодежи. То есть настолько эта программа интересная, захватывает ребят. И ребята уже в дальнейшем не просто лидерами становятся, а настоящими хозяйственниками, патриотами родного края. Заниматься облагораживанием районов и городов бойцы трудовых отрядов будут до осени. Виктор Ваташко, Динара Абдирова, РТ.